Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха МакФлай. Канал у меня исторический, немного приключенческий. Почти каждую неделю бросаем в воду поисковый магнит. Ну и естественно, что при этом, при всем, мы еще есть себе готовим. Соответственно, ножи у нас всегда есть, и у меня на канале периодически появляется обзор ножей. Не так давно делал обзор вот на такой кизляр. Можно уже посмотреть на канале. Но сегодня, друзья, речь не о нем. Сегодня у меня в руки попал еще один ножик от компании ПП Кизляр. Ножик называется Рыбак 2. Вот в таком виде он, собственно, продается. Ничего сверхъестественного, никаких коробок. Давайте уже его вытаскивайте отсюда. Соответственно, сегодня вам покажу, расскажу. Так, как всегда, есть вот такая бумажка с гарантией, что примечательно, не является холодным оружием. Это очень важно. Друзья, я когда делаю обзоры ножей и говорю, что это не холодное оружие, многие просто не понимают смысл, собственно, выражения холодное оружие и какой предмет относится к холодному оружию. Давайте я немножко об этом поговорю. Холодное оружие. Что это такое? Есть два основных понятия. Понятие номер один. Холодное оружие – это предмет, при помощи которого было совершено преступление. В данном случае преступление уже совершено, и любой предмет, будь то камень, кирпич, монтировка, любой столовый нож, ножницы, он будет в уголовном деле являться холодным оружием. Это одна часть. Да, понятно, да? То есть, в принципе, любой ножик может быть холодным оружием, если его, если с этим ножом совершить преступление, то этот нож автоматически становится холодным оружием. Но, когда мы берем просто ножик, да, вот такой, даже если он вот так вот выглядит, он не обязательно является холодным оружием, потому что есть пять признаков холодного оружия, пять условий, которые необходимо соблюсти производителю для того, чтобы ножик стал холодным оружием. В данном случае вот нож не подходит по толщине клинка, и как бы он не холодное оружие. Хотя он выглядит прям, ну, круто, прям как холодняк, но на самом деле это хозяйственно-бытовой нож. Я думаю, в принципе, понятно, да? Если прям будет совсем интересно, друзья, пишите в комментариях, я могу снять отдельное видео про вот те самые пять признаков холодного оружия, потому что действительно много комментариев по этому поводу, люди не совсем понимают, о чем, собственно, идет речь. Итак, нож рыбак-2. Как я уже сказал, на него распространяется пожизненная гарантия. Приходит он вот в таких вот кожных ножнах. Ножны очень толстые, очень толстые, и специфический запах кожи, друзья, от них исходит. Здесь Картева, здесь Пионер. Собственно, что это такое? Это компания, на которой я работаю. Они производят самые лучшие на свете семена, пестициды, гербициды. И да, друзья, это реклама, но это не реклама ножей, это реклама Картева и Пионер. Спасибо им большое за то, что вот периодически дарят мне вот такие ножи. Да, нож мне подарили. Так, ножны. Классические ножны на вот такой вот штукенции. Не устану повторять, что мне такого плана ножны не нравится. Мне нравится, когда ножны современные пластиковые, чтобы повесить на ремень, снять с ремня. А тут, ну, это не мое. Хотя, ударенному коню в зубы не смотрят. Как говорится, давайте посмотрим на сам ножик. Вот так он выглядит. Ну, такой серьезный вид имеет рыбацкий нож. Как написано у них на сайте, рыбацкий нож должен иметь две основные характеристики. И с его помощью нужно легко чистить рыбу. Это раз. И второе. Нож не должен выскальзывать из мокрой руки. Ну, здесь действительно удобная ручка. И он действительно не крутится, не выскальзывает. Прям вот по ручке вообще все замечательно. Немножко характеристик ножа. Общая длина 275 миллиметров. Длина клинка 155 миллиметров. Ширина 37 миллиметров. Толщина 2,4. Вес ножа 185 грамм. Сталь АУС-8. Ну, такая обычная сталь, которая достаточно часто применяется на ножах подобного рода. На ножах, которые стоят не очень дорого. Этот нож, кстати говоря, стоит 2000 рублей. Я за него ничего не платил, мне его подарили. Твердость стали 57-59 единиц. И ручка это кавказский орех. А что по форме ножа? Здесь такой агрессивный конец. На сайте производителя написано, что это для того, чтобы легко подцепить и разделать... Ну, подцепить кожу и разделать водоплавающую птицу, которую вы каким-то образом должны поймать на рыбалке. Нож ведь называется рыбак, а не охотник. Но водоплавающая птица, она же плавает. Соответственно, вы, наверное, каким-то образом, по мнению производителя, можете ее поймать. Не знаю, не знаю каким. Ну, вот такая вот странная история. Хвостовик ножа сплошной. Видно, да, что он занимает всю рукоять. И вот здесь есть такой небольшой выход, собственно, хвостовика с отверстием для темляка. Ну, для рыбацкого ножа это действительно важно. Когда здесь петлю, петлю на руку. И, соответственно, уже в лодке там можно что-то разделать, не бояться потерять нож. На мой взгляд, на мой взгляд, конечно, нож рыбака, да, который прям берем с собой на рыбалку, он, помимо того, что ему должно быть легко чистить рыбу, разделывать водоплавающую птицу, зачем, непонятно, да, чтобы он не выскальзывал из руки, по мне, нож рыбака все-таки должен быть плавать. Да, это какой-то современный финский нож с полой рукояткой, такого яркого цвета, и он как поплавочек вот так у нас плавает, если мы уронили воду. Но здесь такой вот, ну, знаете, вот, как, как вот, где ножный, как ножный, так и нож. Такая классика, хорошая, добрая классика. Недорогой, приятный, интересный, хорошо лежит в руке. Вот, давайте проведем несколько тестов. Так, я тут стол рыбака собрал. Для начала тест на остроту. Это заводская заточка, я ничего не правил. Ну, давайте посмотрим на режущую кромку. Не сказать, что она прям очень ровная, то есть, если вот здесь режущая кромка миллиметра, наверное, два, то вот здесь уже миллиметра три. Ну, так. Вот. Ну, для, на самом деле, такого большого фиксированного ножа, в принципе, допустимо. Да, если мы говорим о каком-нибудь складнике, то это был бы, на мой взгляд, брак. Итак. О-о-о. О-о-о. То есть, начинается рез. Начинается рез вот здесь прям хорошо-хорошо, а вот здесь держущая кромка имеет утолчение прям. Прям плоховатенько. Ну-ка, подождите-ка. Ага. Чувствуете? И вот тут запинается, а в конце опять хорошо. То есть, вот здесь, друзья, вот в этом, вот в этой части, вот в этой части заточка плоховато. О-о-о. Так, чтобы вы понимали, да, давайте я возьму другой вот кизляровский нож, который в прошлый раз обозревал. И здесь. Хоп. Да, понятно, да. Все, лезвие имеет хорошую заточку. А здесь? Вот. Здесь не заточено. Ну, такой вот ножик. Интересненький. Зато пожизненная гарантия. Я не знаю, вот тот факт, что он пришел ко мне не заточенный, читается гарантийным случаем или нет. Немножко построгаю помидорчик. С трудом, с трудом. На самом деле, с трудом идет. Режет, но... Ну, как-то... Давайте рыбу уже порежу. Может, надо было все-таки поправить. Может быть, заводская наточка. Не знаю, да, вот мне сейчас будут опять писать. Вот, это реклама. Ну, какая реклама, если вот он не режет? Ну, в смысле, режет, но не так же классно, да? Итак, это филе рыбы. Соответственно, нож рыбак. И должен он вот такой тоненький срез сделать. Будем надеяться, что получится. Ну, наверное, можно в зачет отправить. Наверное. Если резать вот этой частью, вот где она точена, то, в принципе, неплохо идет. Как только попадает сюда, начинает рвать. Вот, видите, он ее тут разрывает. Да, да, вот такой нож рыбак, друзья. Давайте какие-нибудь итоги подводить. Потестировали, посмотрели, покрутили, повертели. Вот такой вот нож от ПП Кизлял рыбак 2. Понравился ли он мне? Первое впечатление, да. До того момента, пока не начал резать бумагу. Оказалось, что он не заточен, но вы, собственно, сами все видели. Буду ли я его себе оставлять? Ну, не знаю. Ну, не знаю. У меня уже есть вот такой, который показал себя гораздо лучше. На мой взгляд, здесь дизайн такой посовременнее, поприятнее, поинтереснее. А здесь, ну, знаете, такой вот, вот этот вот нож, он откуда-то вот из ушедшей эпохи. И ножны старенькие, классические, кожаные. И сам нож такой морально подустарел. Подустал, дружище. И название прям хорошего рыбацкого ножа, который я бы взял с собой на рыбалку, по мне не тянет. Как кухонный нож, как какой-нибудь нож в походе, вполне может быть. Но вот, как нож, который я возьму с собой в лодку, наверное, нет. Вот. Друзья, это был канал Миклуха Макфлай. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого ножа. На этом я с вами прощаюсь. Миклуха Макфлай. Пока-пока. Миклуха Макфлай. Продолжение следует...